Добрый день тем, кто присоединился к нам сейчас. И мы сейчас поговорим немножко о том, как придет избавление, дискуссия из Талмуда. Мы сейчас ее откроем. Это что он? Рабелез, рабешу. Вот. Сейчас. Надеюсь, что у меня ничего не упадет. Вы меня слышите пока? Дайте кто-нибудь голос. Слышно. Да, слышим. Слышно. Так. Надеюсь, что все будет хорошо. Пока. Видно что-нибудь, нет? Пока нет. Ой-ой-ой. То есть, если я сейчас упаду, то я вернусь через пять минут. Мы вас будем ждать. Да. И в следующий раз придется все устно. Ой. Надо было мне послать вам этот самый файл. Господи, почему же у меня так всегда неудачно, а? Вы меня удалось. Хорошо, Нехама. Не надо волноваться. Все в порядке. Мы все ждем. Спокойно. Нехама нет. Так и произошло. А знаете почему? По-моему, все-таки у нас был, как с вами, урок, и там была разница двух танаим. Один Элиезр, корень Азар, помогать. А второй, Ешмаэль, от корень слушать. И мы говорили, что в течение еврейской истории есть... Уже все предсказанные в танахе концы времен. А? Да, видно? Пока нет. Видно. Уже пошло что-то. О, что-то видно, да. И теперь все зависит только от раскаяния и добрых дел. То есть, с точки зрения Равы, все понятно. Должно было когда-то прийти избавление. Оно не пришло, потому что мы плохо себя ведем. А если мы будем хорошо себя вести, то все будет хорошо. Нехама, не видно ничего, к сожалению. Очень хочется увидеть, блин. Да, у меня видно. Странно. Ну, что делать? Ура! Ура! Шмуэль, вот, кстати, и не только у Танаев, и у Амараев, то есть мудрецов вавилонских, и Амараев израильских, то есть более поздних мудрецов, там и здесь, очень часто есть вот такие пары, которые между собой в дискуссии. Так же самое Рав и Шмуэль. Здесь вот... Шмуэль сказал, достаточно скорбящий его скорби и страдания, которые переносит израиль в знание, достаточно, чтобы искупить от грехи и привести избавление. С точки зрения Шмуэля, не имеет значения, раскаемся, не раскаемся, страдания искупляют. Будем у тебя даже если... Не очень хорошо вести. Всевышний должен нас спасти, потому что мы столько страдали уже. Ну, это, как сказать, иногда смотришь задним числом, сколько еще с тех времен прошло веков. И по этому поводу разделились мнение мудрецов. Танаев, да? То есть у Танаев будет немножко другая. Это всегда так. Немножко другая координата тема. Потому что никогда, амараи, это принцип такой в Талмуде, никогда амараи, более поздние мудрецы, не возвращаются к тому, чем спорили Танаев. То есть мы видели некий новый поворот темы, но мы от него сейчас отрешаемся и возвращаемся к тому, о чем спорили Раби Леезер и Раби Ашуа. Сказал Раби Леезер, если народ Израиля раскается, тут очень похоже на Рава, да? Придет избавление, а если не раскается, не придет избавление. Сказал ему Раби Ашуа, если не раскается, не придет избавление, но вы ставите над ними царя указы, которые тяжелы, как указала она, и вы и раскаются. То есть сегодня он все же проявит какую-то инициативу, подтолкнет народ Израиля к раскаю, тем, что он их будет, как в истории с Пыремом, подталкивать к раскаю. То есть они поймут, что у них нет другого пути, раскаются, и все будет хорошо. Это одна постановка вопроса. То есть это не совсем то, что мы будем уточнять, потому что то, что меня интересует, это базовое разногласие между Раби Азером и Раби Ашу. Это один вариант. Гевара часто дает несколько традиций спора. Это один вариант спора, довольно краткий такой. Но другой вариант спора, он выглядит по-другому. Еще учили по-другому. Сказал Раби Алиэзер, если народ Израиля раскается, придет избавление. Как сказано. Он тут цитатами еще, они начинают во втором варианте, эти карты кладут, не просто так высказывают, я так считаю, я так считаю, у меня такое соображение, у меня такое соображение. Они еще подкрепляют свои соображения цитатами. Я не просто так думаю, я вывожу это из Писания. Возвратитесь, сыны-отступники, и я исцелю необузданность вашу из Ремияла. То есть Раби Азер говорит, если вернуться, все хорошо, я тогда вас исцелю. А нет, так значит нет. Я тут в скобках дальше, квадратных, привела начало этой главы. Конечно, для того, чтобы понять, о чем, на что намекает Раби Азер, это всегда в Талмуде так, недостаточно прочесть ту строчку цитаты, которую он приводит, а нужно просмотреть всю главу, весь контекст, в котором это говорится. Всю главу не могу привести, но просто, чтобы понять, о каком контексте говорится, я привела начало этой главы. Сказано, ведь если муж отошлет жену свою, и она уйдет от него, и выйдет за другого, то разве возвратится он к ней снова? Запрещается. Если мужчина, да, развод жене, и она вышла замуж за другого, что бы потом ни произошло, он не может ее вернуть. Это аналогия между народом и всем лишним. Он как бы, она от него ушла, изменяла ему, вышла замуж за другого, служила другим богам народа Израиля. Теоретически, если мы делаем параллели между богом, отношениями мужа и жены, и отношениями бога и народа Израиля, то он вообще не должен ее возвращать. Ушла-ушла, вернуться уже не может. Даже если раскаешься, даже если брочишь своего нового мужа. Но это одно из единственных мест, в которых... Ну, это такое проще. Одно из единственных, это же не то сказал, единственное место. Вообще, в принципе, почти всегда можно сделать параллель, и пророки все время эти пользуются, отношениями мужа и жены, и отношениями бога и народа Израиля. И в одном только бог эту параллель не проводит. Даже в том случае, если народ Израиля ушел к другому мужу, как бы встал к другим богам, если он раскаивается, Господь готов его принять. И поэтому он говорит, возвратите... А вот... Да, он говорит, а вот ты благодействовал со многими любовниками и возвращаешься ко мне, говорит Господь. И тем не менее, несмотря ни на что, в конце этого главы он говорит, да, возвратитесь, я вас приму. То есть это... То, что говорит Элиэзер, то, что Господь готов нас принять, это чудесное дело. При этом он дает пример блудливой жены, которая ушла, ее муж не может принять, а вот я могу вас принять. Еще вы хотите, чтобы ты, Раби Ашоа, хочешь, чтобы я их без того, чтобы они рассказывались, принял. Это нереально, да? Сказал ему Раби Ашоа, а разве не сказано? Даром проданы были вы и не за деньги избавлены были. Здесь есть несколько комментариев. Объяснение даром за ничто, за идолопоклонство, которое, по сути, оно ничто, да? В нем нет... Не то, что истины. В нем нет на самом деле ничего. Это пшик. Это не настоящее, совершенно. Ради чего вообще здесь... Если бы это был реальный другой Бог, ну ладно, к нему можно ревновать. Его можно, так сказать, не простить этой жене, которая к нему ушла. Но ведь на самом деле там ничего нет, тапши, да? Поэтому и прощены будете не за раскаяние, не за добрые дела. Я всегда готов вас принять. Но другое объяснение за беспричину ненависти изгнанной, и за беспричину любви будете избавлены. Это уже как бы немного другой параметр. Раби Лезов сказал, Раби Ашуа, а разве не сказано, со времен отцов ваших отступали вы от законов моих и не соблюдали их? Возвратитесь ко мне, и я возвращусь к вам. То есть, пожалуйста, вы возвращаетесь, я возвращаюсь. Контекст. Контекст начала этой главы. И вот я посылаю посланника моего, очистит он дорогу передо мной. Да. Дорога ко мне будет свободна. Но вы должны по ней прийти сами. Я тут шага навстречу не буду делать. Это подход Раби Лезов. Он очень с разных сторон мы все время смотрим на одну и ту же картину, в которой Раби Лезов разворачивает вот этот свой подход и говорит, Бог не собирается делать нам уступок, идти навстречу нам. Мы должны сначала раскаяться, а тогда уже он нас может принять. Сказала Муравя Ашуа, а разве не сказано, я властелин ваш и возьму вас даже из одного города и двух из семьи и приведу акции. Я, я сам приду к вам, не важно, что ты возьму и приведу. Может быть, немножко дальше это самое пройдем. Опять сказал Мураве Лезов, а разве не сказано, если ты возвращаешься израиль, сказал Господь, возвращаешься ко мне тогда, да? Сказал Мураве Ашуа. И вот дальше интересное место. После того, что ему сказал Мураве Ашуа, не смотрите сейчас в квадратные скобки, он ему сказал, и услышал я, как муж из Даниэля, как муж, одетый в ледяной одежды, что был над водами реки, подняв правую и левую руку свою к небесам, клялся вечно живущим, что к назначенному сроку, к срокам и половине срока, то есть к какому-то времени, когда полностью сокращена будет сила народа священного, закончится все это. То есть клятву, что все это закончится. Если мы не смотрим продолжение, которое идет там в книге Даниэля, а только то, что сказано в Гемаре, а в Гемаре сказано после этого промолчал Раби Ашуа победил. То есть он сказал, что это случится, придет определенный срок, и тогда вы будете избавлены. И как бы Раби Ашуа не мог открыть вот эту вот самую карту Даниэля, и он промолчал. Это впечатление, когда читаешь Гемару. Но если мы смотрим дальше, что написано в книге Даниэля, это очень интересно. Я уверена, что это подразумевается в Талмуде, потому что они как бы знали все наизусть. Если одна цитата есть, то в голове у них сразу возникает весь контекст. А я слышал, но не понял. И сказал я, господин мой, что будет с этим грядущим? И он сказал, Даниэль, и вы скрыты и запечатаны речите до конца срока. Они будут разъясняться и выясняться и исчисляться многими. Злодеи же будут злодействовать и не поймут этого все злодеи, а мудрые поймут. То, что в книге Даниэля главное, что это скрыто и запечатано. Мудрые поймут, когда они поймут, непонятно. Злодеи не поймут. И в общем-то Рабе Лезве нечего было сказать. Потому что, с одной стороны, тут есть такое грандиозное заклятие, что в каком-то время это все кончится. А как это все кончится? Совершенно загадочно. Никто не знает, как все кончится. И действительно, в процессе истории очень многие люди пытались вычислить концы времен. это очень популярное было дело. И возникали много раз всякие мысли о том, что вот-вот там еще столько лет, еще столько лет, уже скоро все придет избавление. Если кто-то, многие, наверное, слышали про послание в Тейман, в котором Майманит пишет в Тейман не торопитесь, все будет, ничего такого, скоро никакого избавления не будет. У меня вот есть верное предание, что там еще 300 лет придется ждать. На этой оптимистической ноте я хочу закончить небольшой экскурс в споре Раби Ашуа и Раби Ашуа. Мне нравится в нем, что мне кажется, что вот эта идея, что Раби Ашуа сдался, поднял ручки и признал правоту Раби Ашуа, что мы будем избавлены без раскаяния, это немного преувеличение, потому что на самом деле он, скорее всего, признал, что никто этого не знает, как придет избавление. И помимо этого, конечно, в Гемаре есть очень много высказываний, универсий, описаний будущих, которые версии эти все спорят между собой, и, скорее всего, действительно, есть много возможных вариантов, но никогда мы не знаем, как все произойдет в реальности. Я знаю, обычно там, даже в политике, когда очень многие люди любят предсказывать и говорят, вот будет точно будет так, а другой говорит, вот точно будет так. Я так сижу и думаю, вот точно всегда исполнится третий неожиданный вариант. Я почти все думаю, права, я правда не знаю, какой вариант. То есть я знаю, что у Всевышнего чувство юмора всегда сильнее, чем все наши предсказания. Секундочку. Еще раз один рисковый номер. Я хочу продолжить чтение книги Мониту. Кажется, я помню, где мы остановились. И я попробую поставить сейчас еще раз шеринг без этого. Так, как в прошлый раз договаривались, если падает, то я вернусь потом. Так, это что у нас? Сот. Нет, это должно быть. Секундочку. Ну, кажется, это, я не знаю. Нет, 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 это не то. Ладно. сейчас посмотрим. А, вот он. Просто нужно было. Очень много окон открыто, надо было мне закрывать. Ну, как? Получилось, нет? Отлично. Андрей, мне кажется, мы это уже говорили, да? Цель истории. Мы начинали эту главу или нет? Глава. Глава пятая цель истории. Да. Да, начинали. Начинали, да? То есть, в принципе, мы говорили немного о том, а, у меня была еще мысль некоторая, что-то еще добавить к тому, о чем мы говорили. Ладно, может быть, это и не... Нет, это не хорошая идея. Очень трудно что-то найти в компьютере в такой ситуации. Ладно. опа. Ой, теряю. Зря я... У меня просто пропало с моего экрана. что это... Нихам, а мы потом обсудим то, что вы сказали по поводу Элизара и Егошуа или нет? Или оставим? О, я с удовольствием, да, я пока нашла ее и подцепила, но я с удовольствием это самое обсужу. Если вы хотите прямо сейчас, потому что что далеко уходить? Я просто... Я быстро скажу. Вот вы оставили все в подвешенном состоянии. То есть, с одной стороны, вы сказали, мы верим, то, что там в пророках написано, а с другой стороны, нет. И я не знаю правды. То есть, нельзя оставаться... Нет, 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 я такого не говорила, что мы с одной стороны верим, то, что пророков написано, а с другой стороны, не верим. Но вы сказали, что нужно аккуратно относиться ко всем этим прогнозам. Нет, на самом деле, нигде в пророках точного прогноза нет. Слава Богу. Если бы пришел когда-нибудь Исаий и сказал, через 300 лет будет избавление, оно бы не произошло, тогда бы у нас была проблема. Но все пророчества Исаии, они в конце времен, например, они не указаны точно даты. Возможно, что их современники воспринимали, что это будет вот через 70 лет, через 100 лет, через какой-то обозримый, ну, то есть гораздо меньше период времени, чем мы сейчас это видим. Хорошо, вопрос. Вы согласны с тем, что вирус пришел, чтобы нас, человечество, евреев и неевреев, чему-то научить? Ну, конечно, согласна. Всегда что-то приходит нас чему-то научить. Но это... Мы имеем право разбираться, пытаться понять. Да, да, секундочку, секундочку. Конечно, мне кто-то звонит, одну секунду. Алло? Андрей, Я поняла. Ты хочешь сейчас обсуждать вопрос, имеют ли правду люди высказывать свои мысли, ради чего, для чего пришел вирус? Я считаю, что имеют право, да. Но это все надо делать осторожно, потому что 100% знания, предположения можно высказывать. 100% знания у нас нет. И когда высказывает особенно уважаемый свои мысли поэту Богдин, можно делать это осторожно. Мое предположение такое. Конечно, я не, как говорил именно Рафшерке, что я не пророк, у меня нет 100% уверенности. Это интересная мысль. Меня может интересовать одна мысль, тебя может интересовать другая мысль. 100% знания нет. Но так же, как лично про себя. Я не знаю, для чего со мной случилось. Раз, два, три, четыре, пять. Положительные вещи, отрицательные вещи. Я считаю, например, что-то одно, а завтра оказывается ха-ха-ха. Что-то другое совсем. Поэтому так же здесь. Когда с нами что-то происходит, мы, конечно, должны извлечь из этого урок. Мы должны как-то позитивно знать, как правильно в этой ситуации себя вести. Перед нами очередное испытание. Мы должны сделать выводы какие-то. Один делает одни выводы, другой другие. Это право каждого человека. Поэтому я совершенно не отрицаю. Вопрос здесь очень тонкий. Когда человек слишком уверен, что он правильно трактует божественное проведение, тут возникает проблема. Не то, что он всегда должен сомневаться и говорит, ой, я не знаю, мне кажется так, а может не так. Нет. Он может быть и уверен в том, что он видит. Но всегда надо некоторую скромность иметь и понимать, что твоя точка зрения, она не абсолютно... какой бы ты мудрец большой не был даже между раби и эшуа, раби и эллиэзером. Оба грандиозные мудрецы, канай, которые мы нашим поколениям не доходим до их коленей. Все равно один думал так, а другой другой... Обратите внимание, один из них за, второй против. Никого не было посерединке, который говорит и ты прав, и ты прав. Правильно? Или были такие? На самом деле как раз этот спор он заканчивается в тейку, да. Это вообще в данном случае там много разных мнений еще дополнительных гемори. Мы же видим, что Равль Шмуль через несколько поколений они снова спорят на эту же тему, немного по-другому это все формулируют. Они уже знают, о чем говорили на самом деле даже в этой теме все очень сложно. И в любом вопросе галахического например, в Талмуде все очень сложно. Иногда у нас есть диспут мудрецов и почти всегда Талмуд нам не говорит, кто из них прав. Это очень интересная тема сама по себе, что имеется в виду и как мы поступаем в тех случаях, когда есть разногласия и как гемара поступает в тех случаях, когда есть разногласия. С клохой, не с идеологией. С идеологией все еще более допустимо. Клохетам мы должны решать как-то однозначно. Роман у него свои принципы. Шурхана Рухни во всем согласен. Но это другая тема. Последний вопрос. А вот эта молитва, которая Петума Кторет, вы верите, что она помогает бороться с эпидемией или нет? Конечно, конечно, молитва очень помогает. Петума Кторет вообще очень помогает. надо читать обязательно сезра в предисловии. Но нам во всяком слухе. Кторет он же на самом деле это искупает. Поэтому это важно всегда, не только во временной эпидемии. Молиться всегда очень полезно и очень важно. Кто как я могу отрицать силу молитвы. Я вам скажу, да, есть, например, одна родственница у меня, которая очень тяжело больна. Я все время молюсь и здорово. даже я слышала, что сейчас есть лекарства, которые приостанавливают эту больницу. Не знаю, это помогает молитву, которые за них молятся, или это помогает технологии, как она продвинутая. Ты молишься, хотя иногда понимаешь, что это почти безнадежно. Это все очень сложный вопрос. Да. Давайте продолжим, потому что я про змеи это все возврат тому, что было. С другой стороны, первый человек был затронут из праха земного, а именно у него было тело, его природная часть, связанная с исходным материалом всего творения. Но у него также есть и духовная часть, делающая его способным к признанию творца, пониманию законов нравственности и проявлению братства. это братство, это одно из понятий урава не очень важное, потому что конечная цель, как он ее формулирует, ну не конечная, совсем конечная, но та цель, которая поставлена перед человеком на этот период времени, когда творец устранился из мира, ушел в свою субботу и дал человеку миссию в этом мире довести его до совершенства и в какой области? В области нравственной, в области морального выбора и на этом периоде задача у человечества это осознание вот этого братства, то есть охват, отношение между братьями, отношение между людьми. И он неоднократно подчеркивает, что вся тара собственно говорит об отношениях между братьями. Начинается она с отношения между братьями Кайнами и Эвелином, продолжается между братьями Ишмаэль и Цхак, Исаак и Яков, братья сыновья Яков. Вся книга Берешин собственно говорит о братстве. И это одна из базовых тем Танаха, которым подчеркивает, что это задача человечества наладить отношения с братьями. То есть Ахва это братство, это важнейшая часть законов нравственности по монету, которые человечество должно освоить. часть, которую творец своими руками вдыхает человека, это душа или подобие Бога. Она проявляет и желание давать влияние. Я не уверена, мне кажется, может быть, в другом месте есть замечания, но понятно, что тут он опирается во многом на учение Равашлага. В свое время он очень много взял из учения Равашлага, еще до того, как он в Ашкенадзе познакомился с учением Рава Кука, он очень много брал большое значение учению Равашлага, очень много ссылался на него. И учение Равашлага очень много связано с желанием давать и получать. Ну, это целая каблистическая такая система, которая тоже важна. Почему подобие, а не образ Бога? Там Дмут написан в оригинале, да? Или Цель? Да. Или Дмут? Нет, это Дмут подобие. Почему счастье, я не могу тебе сказать точно, почему здесь он употребляет слово Дмут? Очень странно, почему здесь Дмут, а не образ. Нет, смотри, классический комментарий Раши, что целям Бетцальмо это как бы у него есть какая-то форма, да, как заливка, да, это его личная форма, не то, что это форма подобно его форме Бога, это та форма, которая принадлежит ему, да, Бетцальмо, цель его образ, у него есть какой-то образ, в этом образе он человека создал, а Дмут это подобие, да, вот действительно подобие, это возможность, так сказать, человек, когда в человеке есть что-то от Всевышнего, не то, что его слепили в этой формочке, которая принадлежит Богу, да, а именно подобие, то есть, в чем это подобие выражается, в том, что у него есть желание давать, да, вот именно это и есть как бы основа учения Ашлага, да, просто вдыхает Бог в нос человека, целем, элоким вдыхает, но точно не Дмут, не шмат хаян, но в каббалистических книгах, я не говорю про текст пасука, то как раз целем, когда человек умирает, у него целем по чуть-чуть уходит, когда он рождается, целем в него приходит, поэтому здесь очень вот каббалистические книги, они по-разному говорят, но в данном случае мы идем с маниту, то есть с точки зрения маниту, то, что вдыхает в него, он вдыхает в него некое подобие, то, что он сделал в определенной структуре, ну, во всяком случае параши, да, целем, это цель в его форме, принадлежащем ему, ну, в данном случае, это может быть спор не только терминологически, как понимать, что понимать по целому и что понимать по-другому, в данном случае я предлагаю принять то, что, как это трактует Равжикиназий, потому что если и бывают разные подходы, то в данном случае мы хотим понять то, что он сказал, а он сказал, что вот это вот подобие, да, подобие это подобие, да, подобие, оно выражается в том, что у человека есть желание давать другому что-то, и это путь, по которому он понимает свою нравственную задачу, да, что его нравственную задачу в этом мире не получать, а давать, хотя без получения он не может давать, но это уже отдельная как бы отдельная система, которую строит Равашла, как говорит, что он должен понять, что брать, чтобы уподобиться Богу, ты должен давать, а не брать, потому что Бог вообще ничего не берет, да, и поэтому, поскольку ты не можешь как человек существовать без получения, ты можешь получать, но только получать, дойти до такого уровня, что получать только для того, чтобы дать, не для себя лично, и этим выражается подобие Всевышнего, в учении Равашла, это очень, как бы, существенный, базовый момент, и то, о чем говорит здесь Равашкеназия, что вот это путь, на котором человек строит свой нравственный императив, свое нравственное поведение, человек, в смысле человечества, продвигается по пути нравственного поведения и понимания взаимоотношения между людьми, между братьями, когда он понимает важность дать другому, а не получать лично для себя. И это вот общее у человека и творца. Как сказано, создадим человека по образу нашему и по подобию нашему. Однако не следует забывать, что Адам и Гева были созданы непосредственно творцом. Это очень важный момент, и на этом раме и дальше будет заострять наше внимание, потому что этим Адам и Гева очень сильно отличаются от всего человечества. Медраж говорит, что им было около 20 лет, когда они были созданы. То есть они не родились младенцами. Они были идеальными по форме, обличены в свет. Ну, в свет он здесь ссылается на Раби Мейра, который говорит, когда сказано в Таре «И дал им одежды кожаные кутнот-ор», там написано «цайном». Это означает кожа. А Талмуд говорит, что в Таре Раби Мейра нашли написано «кутнот-ор царифон». То есть «ор» означает свет. Он дал им одежды света. И комментаторы говорят, ну, конечно, не то, что Раби Мейра ошибся в написании Тары, это было написано у него на полях, скорее всего, как комментарий. То есть он видел в звучании этого слова «ор» возможность найти комментария, возможность намека на том, что у них были одежды из света, а вовсе не из кожи. То есть вся история сотворения при этом приобретает мистический смысл вовсе, а не материальный. Все, что было до того, как началась история. Появились до выхода из сада, до начала истории. высота от одного конца света до другого это тоже естественно медраж такой есть. Из этого описания понятно, что все, что говорится нам об Адаме и Хаве в первых главах книги Берешет является метафизическим описанием, недоступным для понимания на основе нашего опыта. То есть все, что есть еще в первые шесть дней творения, все это вне рамок нашего человеческого опыта. Мы уже обсуждали вопрос, для чего вообще это нам надо, если это не применимо к нашей жизни, как бы. Но мы об этом говорили, что действительно тут есть много вещей, много принципов, которые мы должны из этого понять, можем из этого понять. Несмотря на то, что сама история творения, она для нас непостижима. Недоступна, поскольку творение из ничего подобного из творения Адама и Хавы совершенно непостижима человеческому пониманию. Мы раньше уже намекали на процесс раскручивания миров, и это мы пропустим, потому что на самом деле это я посмотрел потом в тексте основном, запечатанном, это уже было. Да, да, да. А Равманиту сотворения Адама и Хавы тоже говорит, что это было творение из ничего? Или все-таки из Адамы, из земли? Нет, конечно, из земли, но как бы есть в этом элемент творения из ничего. Поскольку все, что там творится, оно творится из ничего в каком-то смысле. Я так думаю, я не очень уверена. Поскольку здесь сказано из ничего, что он имел в виду, я на 100% не могу сказать. Это мое предположение. Потому что на самом деле дальше он, конечно, говорит, что они созданы из земли. я предполагаю, что здесь он говорит, что они были созданы из ничего, в том смысле, что во всем, во всех шести днях был элемент творения из ничего изначально. но более точно нет. Спросите, людей, которые лучше знают монетум, хотя я иногда спрашиваю, иногда получаю ответ, иногда нет. О, вспомнила то, что я хотела сказать. Хорошо, что я вспомнила. Давайте на секунду опричемся. У нас был вопрос. Помните в прошлый раз о днях? Мы говорили о том, что когда подойдет к концу этот период седьмого дня, седьмого дня когда он устраняется из этого мира, мы переходим в восьмой день. Некоторый новый мир, когда кончится работа, возложенная на человека. Во время самоустранения творца человечество должно работать. Когда оно выполнит свою задачу, начнется восьмой день. был вопрос, а как же так? Мы же до этого учили, что есть шесть дней, что вся история человечества разделена по медальшам на шесть тысяч лет. Шесть тысячелетий. То есть каждый тысячелетий как бы соответствует одному из дней творения. Совершенно верно. И я действительно тоже несколько была в некотором сомнении, как же так? у человечества стало быть кончится шесть дней недели, и потом начнется сомнение человечества. А мы только что говорили, что это будет восьмой день. Я поинтересовалась более подробно этим вопросом, и я ничего такого странного нет. Уже у Всевышнего в это время суббота. У нас разные шкауры времени. Поэтому у Всевышнего начнется восьмой день, восьмой день Всевышнего, а у человечества начнется седьмой день, суббота мироздания. Помните, да, мы говорили в прошлом раз? Поэтому это я немножко прояснила для себя этот вопрос. И я как раз перед тем, как начать читать дальше, и хотела как-то меня ускользнуло. Что же я хотела сказать? Теперь вспомню. Да, Медраж говорит, что они были созданы без пупка. Это очень важно. Это, кажется, курьез такой. Естественно, он их слепил, они не рождались никогда. Зачем им пупок? Пупок это то, что связывает ребенка с матерью. так бы естественно, если они были слеплены, им этот знак связи с его матерью не к чему. Но на самом деле, это глубоко символическое вещь. Каждый человек, который рожден, у него есть пупок. Он был через пуповину связан со своей матерью, со своей, с поколениями предыдущих людей. Он часть этой цепочки. А у них этого не было. Они были сделаны руками Всевышнего. И само по себе это очень интересный момент. Подчеркнуть огромную разницу с другими, часть цепочки, и Адама, Михау, которые не часть. А только начальная ступень, начальное звено, которое сильно отличается от других. Первый человек был творением непосредственно узнавшим своего Творца. Это тоже не похоже ни на каких других творений, никаких других людей. Но тем не менее согрешил. Согласно тому, что говорит нам скрытая Тара, при его падении его душа взорвалась и рассыпалась на тысячи осколков и искр. Из этих искр состоит все человечество в течение всей его истории в этом мире. Это тоже очень важный момент, который так или иначе в учении Мониту все время надо принимать во внимание, что вот это представление о человечестве как некой мозаики, которая составляет Адам, некую личность единую, некоторую единую идентичность, оно у него все время присутствует. То есть, с одной стороны, человечество состоит из множества разных людей, а с другой стороны, оно несет идентичность определенную, коллективную. И эта идентичность, она проходит трансформации разные, из поколения в поколение. Поэтому вот это понятие идентичности, оно для Мониту ужасно важно. Во французском я не знаю, как считается что-то такое, на английском это иденти, в русском оно тоже входит сейчас, слово идентичность, но я на самом деле не знаю, насколько оно, я немножко торгну от русскоязычного мира, не знаю, насколько оно употребимо всерьез. Для него это ключевое слово идентичность, и вот это учение Мониту, оно все говорит о Толдот, о родословии, об истории, но он предпочитает, хотя он и пользуется словом история, но когда он говорит об еврейском взгляде на историю, он пользуется словом родословия, Толдот, поскольку история для него это вот эта цепочка, цепочка, в которой идентичность вот этого первого человека, Адама, она происходит в трансформацию и доходит до конечной цели своей, которую Мониту вслед за пролоком называет Бен Адам, то есть сын Адама. Я не знаю, как правильно по-русски перевести сын человека, будет тогда человек и сын человека, тем не менее вот эта коллективная идентичность для него очень существенный момент и вот этот мидраж, когда Адам рассыпался на тысячи искр, которые потом составляют человечество в течение всей истории для него очень важен. Ключевой вопрос, который мы должны задать на данном этапе, какова цель создания всех этих миров? Хорошо, мы поняли, что есть какие-то мидражи, мидражи, там, Адам подмона, целут, брия и цера, все очень сложно построено, все очень сильно закручено. Есть и гулим, и есть йошин, да, это мир природы и мир тары, есть какие-то следы Всевышнего в нашем мире, которые богословение и святость, которые у нас стоят миллион разных углов, и все это непросто, все сложно. Для чего все это? Все это построено очень круто, да? Чего хотел достичь творец с помощью этого процесса перехода от единого мира, в котором мы ничего не понимаем, не знаем, Оренцов, это еще не сам творец, но уже и в нем в Оренцов, в мире бесконечности мы тоже уже ничего не знаем, не понимаем. К сложным и разделенным мирам цепочки творения, сокращения кругов и ломки сосудов миров, включая ломки сосудов, все эти процессы, которые мы пытаемся разобрать, понять, как они работают, как эти принципы, которые заложены в творение, как ломки сосудов, как они будут работать в нашем мире, что это нам говорит. Зачем все это? Мы вникаем в эту всю механику. Очень интересно. А некоторым неинтересно, допустим. Но зачем? Зачем там все сложно? В конце всех этих процессов вопрос, какая роль человека в этой обширной системе сокращения и сокрытия. Главный вопрос. Какова роль человека? Что мы должны здесь делать? Мы уже упоминали, что творец уступает местотворению и таким образом дает возможность другому существовать отдельно от него. Ближайшая к этому ситуация в нашем мире беременность и роды. Разберем стих, описывающий первое рождение, который происходит после изгнания Адама и Хавы из сада. И Адам познал Хаву жену свою и она зачала и родила Каина и сказал приобрела человека с Господом и еще родила брата его Гевеля и был Гевель пастор Овец и Каин был земледелем. Что происходит тут? Что хочется рассказать? Посмотрите, на самом деле тут происходит что-то потрясающее. Из духовного мира могут происходить много духовных еров. Не проблема. Мысленно да, один мой знакомый всегда говорил, что нет никакой проблемы заменить физический труд умственный, если делать его мысленно. Мысленно мы можем построить какие угодно конструкции и притворять из одного мира в другой. Духовные миры могут быть очень обширные потрясающие красоты сложности как угодно. Но внезапно, как говорит Маниту, в реальности духовных миров происходит чудо рождения этого мира. То есть на самом деле, что самое потрясающее не то, что духовные миры существуют, они могут существовать. Каким образом питом вдруг из духовного мира рождается реальный мир? это на самом деле чудо, да, это вроде как каких-то этих самых Ларри Поттера там, абра-кадабра, да, это тоже на рамейском, пускай будет створено, как я скажу, да, и из ничего возникает что-то, и из мысли возникает, она вдруг обретает плоть, это не часть того, что мы можем понять или воспринять. Чудо до греха были духовными в том смысле, что они были созданы непосредственно дворцом, а затем внезапно происходит чудо рождения из-за чала и родила. Это рождение почти такое же великое чудо, как сжатие света бесконечного дворца, чтобы освободить место для создания отличного от него творения. Потому что рождение это нечто иное, как встречи матери садов, новую сущность, общую для них обоих, и при этом отличная от них, добавление к ним подобное плоду по отношению к дереву. Если задуматься, все это совершенно поразительное чудо, если на него смотреть. Особенно если читать книгу перешит, так как предлагает читать всегда монету, от стиха к стиху, не зная то, что будет дальше. Мы уже все это несколько раз прочли, год от года каждый раз мы это читаем, повторяем, и мы уже знаем, что будет дальше. Это не фокус. Это нам мешает, на самом деле. Монету говорит, прочтите книгу так, как будто вы ее никогда не читали. то есть до этого у нас были какие-то духовные миры, общение со Всевышним, Адам, Хава, и неожиданно происходит что-то совершенно не то. Происходит какой-то совершенно поворот, изменение. Рождается человек от людей, от двух людей рождается третий. Это сюрприз, это поразительно, это на самом деле чудо. Для того, чтобы осознать, что это в реальности, который нам до этого описывал Тара Чудо, надо забыть, что дальше после этого от всего этого произойдет человечество, что мы сами часть этого человечества. А вот надо сосредоточиться на том тексте, который мы читаем. Первая заповедь, которую творит Адам и Хава, это заповедь плодиться и размножаться. Эта заповедь имеет две части. Первая плодиться, а вторая размножаться. Аспект качества и аспект количества. Мне кажется, мы уже об этом читали немного, потому что для Миниту эта тема тоже важна. Я думаю, что это в размышлении о судьбах поколения и так далее. Аспект исправления и аспект множественности. Один, должны следовать именно в этом порядке, чтобы личность человека смогла правильно реализовать свое развитие. Она должна на каждом этапе истории встречаться в материальном, реальном и действенном воплощении с идеалом личности, таким, как он должен стать в предыдущие времена. Я говорила, что для Миниту важна вот эта идентичность, которая развивается в процессе истории. И для человека, где бы он не ходил, в каком моменте история не находилась, очень важно осознавать, к какому идеалу он должен прийти в конечном итоге. Для человечества в целом. Человеческая история таким образом восстановится историей стремления всего человечества к рождению, выхода из его чрева, из чрева человечества, мессианского человека, того совершенного человека, который способен к диалогу, к миру и к совершенству. Это человек, который является более совершенным, чем его и есть плод по отношению к дереву, то есть к его истории. Его появление отмечает духовное развитие изменения, которое произошло от поколения предков поколению потомков, от первого человека до последнего человека в цепочке поколений всего человечества. Это, в общем-то, ответ на вопрос, который Рамман не туда этого занял. Зачем человечество должно произвести вот этот плод в процессе своего исторического развития? Мессианского человека, мессию, идентичность, новую идентичность человека, который ведет себя нравственно, осознает понятие братства так, как это от него требует Всевышний. Поэтому запад плодиться и размножаться остаются неотъемлемой частью человеческого духа, поскольку главное желание человека становится, становящееся отцом, чтобы его сцен стал лучше его. Такой цель больше не только для себя, но и для того, чтобы его сын мог воплотить все, что заложено в нем самом, но еще не реализовано. Вот это как бы некий идеал, когда мы смотрим на отдельную маленькую цепочку отца и сына, что каждый человек должен осознавать про себя. Я хочу, чтобы мой сын, чтобы следующее поколение людей немного еще продвинуло вот этот идеал, к которому стремится вся история. Я на секунду остановлюсь, я немножко уже отомнию. Еще не конец, но может быть стоит остановиться, я послушаю уже очень много сама говорю. Да, Хава, по поводу того, что Адам и Хава были сотворены без пупка, возможно, это намек на то состояние, когда еще в пространство Цинцума не был протянут кав. То есть вот то, что именно гончар лепит какую-то форму до того, как он вдохнул в его нишмат Хаим, то есть не было вот этого кава, этой связи. Может быть, вот это имеется в виду? Я не уверена. Может быть, это может быть какая-то связь с этим есть. Я не уверена. Потому что на самом деле, конечно, пупок это некоторый знак связи с предыдущими поколениями. И это можно как-то идентифицировать с продвижением. От поколения к поколению должно быть какое-то продвижение конечной цели, и это по сути как. Потому что если нет никакого продвижения, то это Игу. Ну да, имеется в виду, что вначале были созданы Игулим, а потом только им дана была заповедь плодиться и размножаться, то есть это как заповедь. Да, я понимаю, это интересно. да. Никто ничего не хочет Более сказать Может, то, что без пупка Это как цельность? Это тоже, наверное, да Это очень интересно Что у нас нет При том, что мы Стали все частью Этой цепочки У нас при этом Что-то потерялось, может быть Не знаю На самом деле, что стоит Богу Он мог бы сотворить их из пупком Если уж такая у него цель Такая у него форма Которая люди Которая люди Делаются Могут бы и сделать форму с пупком Если уж там должен быть делать человек Это очень символично, что сделали без Ну да, и в этом должен быть намек какой-то Да? Но является ли это более совершенным Я не знаю А если люди создадут человека полностью Который будет не в теле матери Не знаю Поразительно Если в генах Нет, а как? Как можно создать человека такого? Трудно себе представить Даже если он научится выращивать зародыш Искусственно Все равно должна быть какая-то искусственная среда В которой он растет Из которой он получает Чисто технологические питательные вещества Должен быть пупок Он откуда-то берет Младенец, который растет В том-то и дело, что Адам и Хава были взрослыми уже созданы У них не было Поразительно Я об этом раньше не думала У них не было проблем роста У них не было опыта роста Который есть у всех у нас Мы вырастаем в человеческой среде Наше знание все Оно идет от людей То есть пупок Это не только то, что мы получили в чреве матери Через него какие-то питательные вещества Кроме этого Вся наша личность Она построена на том Что мы получили от других людей Которые нас воспитывали Выращивали, объясняли Учили Это строит нашу личность Не только гены У пупок есть и у животных Но имею ввиду Да, да, да Ну что Ничего такого У растений тоже То место, к которому они Плод к ветке прикрепляются Тоже пупок Да Да Но это некая общая идея Но я хочу сказать, что человек Взрослее Приобретает очень много От родителей От среды От человеческого общества И он растет Переживая какие-то Кризисы там свои Делая какие-то выводы Строя свой личный Индивидуальный мир Адам и Хава были созданы Прямо Такими, какие они есть Сознательными Взрослыми Говорящими Тут не было никакого Вот этого Этапа развития То это об этом Проразмыслить, я думаю Ну, возможно Душа Она потом В каком-то дне В будущем Не важно Будет этот вид Тела С пупком Когда она будет Более совершенной И понимать В материальном Находясь в сосуде Своё предназначение Ну То, что будет В будущем мире После Воскрещения Мёртвых Там Будет ли это Мир душ Когда-нибудь Как Маманин Говорит Или Будет Другое Представление О том Как Человек должен Будет он Жить в теле Но по-другому Это всё Очень трудно Никто не знает В точности Как будет Это понятно Но воскрешение Тоже задаёт Вопрос о том Что В каком возрасте Этот человек Будет Всё время Если он Будет всё время Одинаков То Хорошо А если Что Одни детьми Будут А другие Будут Вообще Как-то Это всё Таня Мы не знаем Ну правда Это никто Не знает Мне кажется Здесь Более Такой Мне нравится Даже я думаю Когда Когда Мудрецы Наши Рассказывают Что-то О том Как Будет Устроить Будущий Мир Всё равно Это не Точное Знание А это Некоторые Скажем так Абстрактный Рисунок Будущего Мира В котором Поступают Какие-то Черты Важные Которые Как бы К себе Нас Должны Притягивать Или Нас Направлять В том Что мы Делаем Сегодня Как Конкретно Это Реализуется Это Может Быть Не Совсем Так И Не Совсем Этак Но Скажем Почему Маймонит Говорит Рамбам Говорит Что Будущий Мир Это Мир Душ Этих Разумов Которых Уже Не будет Тело То есть Будет Сначала Воскрешение Их Тело А потом Уже Следующая Ступень Это Мир Чисто Духовный Не Сто Процентов Что Это Так Должно Быть Но Вопрос То Что Для Рамбама Это Самый Самый Существенный Момент Для Рамбама Человеческий Разум Это Главное Человек Поэтому Он Описывая Будущий Мир Он Ставит По Главу Угла Вот Таким Будет Будущий Мир В нем Будет Только Разум Потому Что Для него Это Главное А Реально Так Реализуется Или Нереально Это Уже Как раз Менее Менее Важно Поэтому Я думаю Большинство Мудрецов Понимают Что Они Точно Знать Не Могут Каким Будет Будущий Мир Но Каждый Хочет Подчеркнуть В нем Тот Аспект Который Важен Для него И Которому По его Мнению Мы Должны Стремиться Я Понятно Говорю Поэтому Как Именно В каком Возрасте Как Это Будет Выглядеть Это Как Говорит Талмуд Глаз Человек Не Видел До До Сего Дня Кроме Всевышнего Об Этому Никто Не Знает Так Сказано В Талмуде Как То Так Я Не Зацикливаюсь На том Каком Возрice Я Имела Ввиду Что Мне Больше Нравится Идея Что Человек Поймет Что Развитие Все Время Будет Происходить Да Развитие По Видимо Все Будет Происходить О Натан Привет Натан Как дела Ты Жить Дела Отлично Но Я Извиняюсь Вам Пора Кончать Потому Что В 8 Должен Быть Миша Голосов Понимаем Всем большое Спасибо За Участие Я Кончаю Стоп Рекординг Да Правильно Сделай Энд Митинг И ты Нас Всех Выкинешь Секундочку До И Вон То Что Прикольно Есть